коллеги добрый день так проговорю условия нашего сегодняшнего вебинар что мы сегодня делаем представлю и зовут меня марина нашего я являюсь руководитель проекта также консультантом аналитика архитектором функциональном основные мои профессиональные области это документообороты это управленческий учет оперконтур ерпи управление торговлей вот все что касается документооборота интеграции сегодня мы с вами говорим о соглашениях и договорах 1с ерпи так у нас с вами на вебинар есть один час в этот час мы рассмотрим основные темы по презентации и разберем вопросы вот сегодня мы говорим про договор соглашения что мы сегодня будем с вами смотреть мы очень общее посмотрим обзор возможностей общей ерпи на просто говорим что это за система не буду на этом долго задерживаться чтобы особо не тратить время у нас будет серия вебинаров по ерпи и в том числе у нас был вебинар где общий обзор мы делали системы сейчас мы вот смотрим именно функционально определенные разделы чтобы больше погрузиться был у нас прошу вебинар в общем по условиям продаж куда в том числе верхний уровень входил обзор и договоров соглашения но и прочие условия продаж тоже разбирались так что тоже если вам ссылочка нужна можем его направить буквально недавно у нас вебинар был поговорим о соглашениях об условиях продаж какие они у нас бывают типовые индивидуальные чем они у нас отличаются когда нужно использовать те или те а может быть и те и те как у нас согласуется соглашение об условиях продаж и поговорим что такое у нас договор с клиентами чем они отличаются почему нужно использовать соглашение а почему нужно использовать договоры и чем они вообще суть суть чем их отличается вот итак предлагаю перейти к теме разбору напоминаю если вас вдруг выкинула из системы то ничего страшного я вас верну ссылочку на предыдущий вебинар чате мечтаем мало у нас просит один из гостей ссылочку мы тогда направим так ну поговорим в общем а герпи рп система это у нас такая крупная крупная система которая охватывает сразу несколько блоков которая позволяет нам вести учет в одной единой системе учет сразу управленческие регламентированный учет и производства и управление зарплаты управления кадрами в чем плюс плюс в том что у вас пользователи работают в одном интерфейсе не нужно поддерживать дополнительной интеграции между системами то есть одна большая система содержит в себе все причем внедрение ерпи не обязательно предполагать что вы будете использовать все блоки сразу допустим очень частый кейс у нас что управленческие учетом допустим производства ведется герпи а бухгалтерия остается в отдельной системе в 1с бухгалтерии что может потребоваться либо из там соображений каких-то безопасности потому что ну вот принято такое решение что регламентированный учет должен вестись отдельно либо какие-то другие нюансы бизнес-процессов организации задач организации когда такие кейсы существуют отдельные блоки ведутся в других системах и в ерпер имея используются не вся функциональность а только отдельно какой-то определенный блок и внутри блока тоже функциональность может использоваться может не использоваться мы можем гибкими настройками включать скон анальности включать функциональность когда принимается решение о том что вы используете, а что не используете. Определить это стоит на старте. Почему? Потому что вся система, она взаимосвязанная. То есть если вы какую-то настройку используете, далее в цепочке документов эти данные, которые в соответствии с этой настройкой начинают включаться, они у нас тянутся, тянутся, тянутся и проходят по всей цепочке документов, всех цепочек бизнес-процессов. И далее, если вдруг вы захотите перейти там, изменить настройки, ваши бизнес-процессы поменялись, вы должны это учитывать при переходе, должны понимать, что у вас по-другому будут вести себя документы, продумывать. То есть это целая может быть такая большая история, если вы изначально не предусмотрели или у вас поменялись бизнес-процессы, и потом что-то использовать, что-то не использовать. Такой вот просто как пример можно привести там, допустим, не вели серийный учет, а приняли решение вести серийный учет. Там целый ряд методологических решений, целый ряд технических решений, чтобы потом учет вдруг перевести в системе, которые у нас уже существуют, которые у нас работают. Вот поэтому все, что касается внедрения системы, очень важно полноценно проводить обследование, полноценно понимать, что каждая функциональность несет для вас, как для пользователей, для компании, какую полезность, куда она тянется. Как бывает? Бывает два подхода. Первый подход. Приходим к заказчику, он говорит, а включите мне сразу все, а мы там выберем и выключим, что не нужно, и давайте сэкономим на обследовании. Либо говорят, а давайте мы вот сейчас по минимуму включим, а потом будем включать то, что нам еще нужно. И тот и тот подход не совсем правильный, я бы сказала, затратный, потом в дальнейшем будет. Очень важно сразу на старте провести полноценное обследование, понять свои процессы, определиться, как у вас они работают, потому что компании тоже не знают свои бизнес-процессы, их правильно понять, чем их и как автоматизировать, как будет логично и максимально полезно, и только после этого внедрять. Ну, такое достаточно большое предисловие получилась такая вводная по ERP-системе, в принципе, такой общий обзор, что она может и как вообще к ней подступиться при внедрении. Вот. Сегодня мы рассмотрим небольшой, маленький-маленький кусочек этого договора и соглашения. Они у нас включены в тему правила продаж. Правила продаж, они у нас вообще включают в себя ценовые условия. Это цены, скидки, финансовые условия, графика оплаты валюты, взаиморасчет, децидализация расчетов, минимальная сумма заказов. Это логистические условия, обеспечение отгрузка. Это также правила продаж включаются условия выполнения обязательств по оплате товара с клиентами с возможностью запрета отгрузки по клиентам в соответствии с выполнениями условий тех или иных, взаимодействия с клиентом. И процесс регистрации правил продаж мы можем в виде схемы с вами изобразить, чтобы понимать, что у нас, что такое вообще договоры, что такое соглашение. То есть все правила продаж, они у нас условно делятся на две группы. Это те регламентированные вещи, которые мы фиксируем в договоре. То есть это тот договор, который мы с вами заключаем, с нашим контрагентом. И там у нас указывается лимит суммы и срок задолженности. Там мы эти вещи прописываем и контролируем. Все остальное, что у нас в правилах продаж, такие вещи, как цены, скидки, условия отгрузки, условия оплаты, логистические условия. И это у нас уже регламентируется соглашение. То есть это те вещи, которые у нас уже не регламентированы. Так. Без линейки. Тут мне кое-чего просто нужно, поэтому это вот так. Я покрупнее. Не вижу, что в чате просится побольше сделать, но я тут тоже смотрю на некоторые вещи, поэтому вот так должно быть лучше видно. Так. То есть у нас, ну, мы понимаем, что у нас есть договоры, соглашения. Договоры – это лимит суммы и срок задолженности. И есть коммерческие условия, цены, скидки, логистические условия – это у нас соглашение. Четко в голове нужно это отделять. Потому что у тех, кто занимается продажами, у ваших пользователей, в большинстве случаев полная каша. Что такое договор, что такое соглашение, чего, куда писать, где, какие реквизиты. Вот эти понятия совершенно они не разделяют. Также есть топ-листы запрета отгрузки. Это список клиентов, в котором у нас запрещены отгрузки в соответствии с какими-либо правилами продаж. То есть мы можем определить группу контрагентов, которым мы, допустим, запрещаем отгрузку при просрочке дебиторской задолженности, оплаты дебиторской задолженности, допустим, в 3 дня. Все, дальше мы не грузим. Или какие-то еще условия продаж. Условия продаж, которые они не выполняют, мы понимаем, что им грузить мы не будем. А есть такие контрагенты, которым даже при невыполнении ими этих условий все равно отгрузки мы не останавливаем. Это зависит, опять же, от наших процессов, от доли объема продаж, от того, какую долю продаж занимает в нашем обороте этот клиент. То есть это может быть совершенно разные условия, которые обусловлены вашим конкретным бизнесом. Нет никакого решения универсального. То есть тоже такое бывает. Приходим, говорят, сделается нам в среднем по больнице. Настраивают что-нибудь, а мы там потом поднастроим. Так не работает. Нужно четко понимать, зачем вам соглашение. Будете вы вообще в принципе пользоваться какими-то условиями коммерческими, которые не прописаны в договоре, либо вам достаточно может быть договоров, и вам вообще в принципе соглашения не нужны. Вот это все определяется вашими процессами. То есть какого-то решения итогового одного, ну его нет в принципе. Необходимость использования договоров, это у нас определяется в соглашении, как одно из ключевых правил продаж. То есть мы можем использовать, можем не использовать. Между договорами и соглашениями вообще в принципе нет прямой взаимосвязи. В рамках одного договора можно оформлять документы по различным соглашениям, и можно в рамках одного соглашения оформлять продажи по различным договорам. То есть это совершенно разные сущности между собой, каковые они не связаны. Использование соглашений можно отключить в системе, и вести только в разрезе договоров. Наши продажи, как я говорила, это зависит от ваших бизнес-процессов. Если вам это достаточно, то избыточную функциональность в системе лучше не включать. Чем меньше лишних кнопок в вашей системе, тем проще работать вашим пользователям. Им не нужно лишний раз принимать решение, куда им нажать на эту кнопку, либо на эту. Чем меньше поток информации, тем быстрее будет проходить у вас процесс. Поэтому мы включаем только тогда, когда у нас действительно это нужно. Использование соглашений у нас предусмотрено для регистрации правил продаж, которые у нас применяются на нашей организации. Получается, что это в соглашениях от нашего взаимодействия между организацией и нашим покупателем, которые определяют правила, условия правила продажи товаров, показания услуг, выполнение работ, передача товаров на комиссию, передача товаров на ответственное хранение. Тоже задачи бывают, когда у нас спрашивают, можно ли при ответственном хранении настраивать тонко условия продаж. Да, все так же можно, то есть не только при обычных продажах, но и при ответственном хранении тоже существует такой функционал. Соглашение об условиях продаж отражает управленческие рекоментированные характеры, как я уже и говорила. Что у нас входит в состав соглашения, с чем связано? Мы, тоже у нас был как-то вебинар про ценные скидки, мы его будем повторять. Это большая тема ценообразования, ценные скидки. Ценообразование у нас входит тоже в раздел условия продаж, ценовые условия продаж, и фиксируются ценные скидки именно внутри соглашений, привязываются. То есть, если мы понимаем, что у нас есть разные цены, разные скидочные условия для разных групп клиентов, и это мы фиксируем, есть разные вариации цен скидок плюс другие логистические какие-то условия продаж, и все это миксуется между собой, то есть, если у вас какая-то сложная комбинация, то однозначно вам нужно использовать соглашения и прописывать вот эту архитектуру. Какие у вас есть соглашения, каким соглашениям какие условия ценовые соответствуют, то есть, должна быть некая такая схема, картинка, что у вас, к чему привязывается в вашей системе, как у вас выстраивается вообще система, условия продаж для клиента строятся. То есть, у вас есть там, допустим, группы, у кого определенные условия логистики, там грузите на РЦ, большие сетевые магазины, у них свои и ценовые условия, свои скидочные условия, у вас есть, допустим, там покупатели какие-то, которые розничные торговые точки, вы своим ценам грузите, свои логистические условия. Тут вы понимаете, что микс вот этих всех условий вы можете прописать только в соглашении. Указание соглашения с клиентом в документах продажи у нас является обязательным. Вот тоже именно вот этот вот момент, когда у нас есть обязательность указания соглашения в документе продажи, он вот такой вот важный. Когда ваш менеджер делает отгрузку, создает документ продажи, указывает соглашение, начинаются тут проблемы. Если у вас там пользователь не обучен, может быть, кто-то сталкивался, сейчас вспомнит из своей практики и подтвердит. Когда у нас менеджер начинает отгружать, менеджеры, достаточно часто бывает ротация менеджеров, такая активная, менеджер начинает отгружать, он не понимает саму суть сущности соглашения и начинает выбирать все, что ему там выдает система в списке из соглашений, ставит не то соглашение, подгружаются не те условия продаж, подгружаются не те цены, происходит там заминка с условиями логистическими, от этого начинает там, если вдруг, ну, ERP у нас практически везде, ордерные склады уже используются, потому что все-таки для крупных организаций, если вдруг где-то нет ордерного склада, от этого страдает склад, и под цепочки, под цепочки, под цепочки, начинаются проблемы. Вот, нужно четко понимать, что соглашение тянет за собой, скидки, цены, логистические условия, все-все-все, если вы вдруг не то соглашение выбрали, все, даже цепочка у вас пойдет неправильно. То есть у нас все, что указано в соглашении, оно у нас автоматически применяется для документов продажи и применяется для контроля отклонения условий, которые у нас прописаны с нашим клиентом. То есть мы оформляем отгрузку, если у нас где-то прописаны какие-то контроли по условиям продаж, то у нас, соответственно, и начинаются, ну, эти контроли отрабатывают, выбрали не то соглашение, контроль не тот отработал, отгрузка встала, все. То есть у нас происходит автоматическое заполнение, я тоже понимаю. Контроль в слое продаж указанных соглашений с клиентом в момент проведения самого документа осуществляется на такие документы. Это у нас заказ клиента, это у нас реализация товаров, услуг, и при отклонении условий продаж от наших соглашений, которые мы выбрали, менеджер должен провести согласование изменения условий продаж с руководством, если у нас такое отклонение существует. Для этого необходимо перевести заказ клиента в статус на согласование и осуществить согласование. Вот тут начинаются тоже обычно вопросы. То есть если одно дело, если у нас мы действительно указали верное соглашение и действительно у нас есть отклонение от условий продаж, это не смертельно, то есть отгрузку мы все-таки можем провести, есть такой соответствующий механизм, мы можем провести отгрузку с помощью согласования. нашего документа продажи и необходимо при этом учесть, что у нас должен быть в принципе пользователь такой, у которого есть роль отклонения условий продаж. Это кейс, когда у нас действительно осознанное отклонение от условий продаж. Если мы выбираем просто не то соглашение, система у нас делает отгрузку, мы пытаемся что-то нажимать в системе и отправляем на согласование отклонения от условий продаж. Это неправильная схема. Ну, бывает, что пользователи ищут короткие пути, встречаются разные ситуации. Поэтому сама функциональность отклонения, согласование отклонения от условий продаж тоже нужно просто знать, что она существует и в принципе можно ее использовать. Вот. Ей тоже не все пользуются, обходятся входными вариантами. Вот. Сами соглашения тоже бывают разные. То есть мы понимаем, что мы можем использовать соглашения, можем их не использовать. В зависимости от того, как построено ваше взаимодействие с клиентами, ваши бизнес-процессы, потребность в выделении условий продаж именно по конкретным группам клиентов, что нужно делить их на соглашение. Нужно прописывать соглашение. Одними, допустим, видами цен вы не закрываете свои потребности. При этом из всего нашего пола клиентов тоже нужно понимать, можем ли мы поделить весь наш пол клиентов на какие-то группы и использовать типовые соглашения для этих групп. То есть мы делаем 2, 3, 5 соглашений, которые отражают разные комбинации в условиях продаж. Мы закрываем этим свои потребности. Либо у нас есть какие-то индивидуальные клиенты, индивидуальные клиенты с индивидуальными потребностями. Под них мы специально пишем, какие у нас условия продаж. У них свои цены, у них свои условия по скидкам, у них свои какие-то вещи логистические, которые мы предусматриваем конкретно. Допустим, у них там все контрагенты у нас достаточно там средние, а это крупная сеть, и конкретно под нее мы выделяем свои условия определенные продаж. И нам необходимо вот в этот момент разделять, что есть типовые соглашения об условиях продаж, и есть у нас индивидуальные соглашения условия продаж. Причем это не альтернатива или-или. Мы можем использовать одно, мы можем использовать другое, или мы можем использовать и то, и то сразу. То есть тут опять важно руководствоваться тем, что не нужно включать лишнюю функциональность. Если вы понимаете, что вам хватает типовых соглашений, вам не нужно лишние затраты энергии ваших сотрудников, чтобы в индивидуальных соглашениях, индивидуальные соглашения под каждого клиента настраивать, потом разбираться, что же там мы установили, какие условия для индивидуальных соглашений, значит мы делаем только типовые, ведем только типовые. Вот это такое результат анализа, что вам нужно. Типовое соглашение содержит список типовых условий продажи, которые могут применены быть для определенного, например, сегмента клиентов. Допустим, мы делим наших покупателей на оптовых покупателей, дилеров, дистрибьюторов, сетевые магазины и так далее. За исключением тех сегментов, которые у нас формируются динамически. Количество типовых соглашений у нас может быть не ограничено, оно зависит именно от вашей, вашего, вашей сферы деятельности, от условий продаж, которые вы предоставляете вашим клиентам. В каждом типовом соглашении у нас указывается свои условия продаж, это вид цен, в котором будет осуществляться продажа, графика оплаты, список предоставляемых скидок, логистические условия и все условия, которые у нас в соглашении прописываются. Вот. Индивидуальное соглашение продажи, это у нас предоставляются условия продаж конкретному клиенту, они именно для него особенные. В индивидуальном соглашении условия продаж могут быть уточнены по сравнению с типовыми, то есть у вас есть типовое соглашение для сегмента, куда у нас попадает данный клиент, и плюс еще у него есть индивидуальное соглашение, которое уточняет наше типовое соглашение. Изменение типовых условий продаж в индивидуальном соглашении должно быть обязательно согласовано с вышестоящим руководством, если у пользователя отсутствует руэль отклонения от условия продаж или полные права. Ну, то есть мы опять сталкиваемся с тем, что если мы для нашего клиента создаем индивидуальное соглашение, допустим, скидка у нас выше, чем в типовом соглашении для того сегмента, куда у нас попадает данный клиент, то такое индивидуальное соглашение, то есть происходит такой некий конфликт. У нас там прописаны одни условия, мы создаем индивидуальное соглашение и прописаны уже другие условия. Получается конфликт, и мы должны согласовать это отклонение от типового соглашения, этих условий от типового соглашения, и согласуем мы его с пользователем с ролью отклонения от условий продаж. Если мы данную функциональность используем, у нас данная роль должна быть назначена на соответствующего пользователя и должна быть реализована возможность. То есть, если у вас такого пользователя нет, то, соответственно, мы предполагаем использовать, нам, соответственно, это нужно настроить. Также про регистрацию типовых соглашений предусмотрена возможность регистрировать типовые условия продаж для каждого клиента и индивидуальные условия продаж для каждого клиента. То есть, мы можем и типовое, и индивидуальное соглашение и так, и так регистрировать они друг другу не мешают. Выбор, вариант использования соглашения определяется в настройках системы типовые и индивидуальные соглашения. То есть, как я уже говорила, мы можем, одно другому не мешает. Мы можем использовать как типовые, только типовые соглашения можем использовать как только индивидуальные соглашения, так мы можем использовать и типовые, и индивидуальные, и то, и то сразу. то есть и так и так три варианта еще есть 4 вообще в принципе не используем условия продаж мы об этом говорили то есть не обязательно одно другое исключает объяснил понятно потому что тоже часть частый вопрос а если мы используем чего вы нам вдруг нужно индивидуальное соглашение можно сразу это далее совместное использование типовых соглашений сегментов стоит нам позволяет для изменения правил продаж конкретному нашему определенному партнеру необходимо перенести его другой сегмент и этим самым мы автоматически согласно заданным правилам для сегмента у нас поменяются условия продаж для этого контрагента ну то есть он у нас был в одном сегменте у него были одни условия продаж мы его переносим в другой сегмент и он нас получает другие условия продаж для изменения правил продаж для всех клиентов из определенного сегмента необходимо изменить типовое соглашения использование используемое для клиентов по данного сегмента то есть если у нас есть целый сегмент клиентов для которых мы хотим поменять условия продаж мы создаем новое типовое соглашение оформляем его и а меня им типовое соглашение прямо Doing식 В конце нашего вебинара, конечно же, примеры настроек, сейчас у нас теоретическая часть, мы продумывали, что много теоретического материала, тут надо упор делать в каждом вебинаре, либо на теорию, либо на практику. Сегодня у нас много теории, мы будем проводить мастер-классы, где теоретическая часть, то есть мы там проговорили теорию с вами, но есть у нас такая идея, если вдруг вы поддерживаете такую идею, то пишите тоже в комментариях, как вы это видите, я вижу, что есть прям запрос на практику. Мы, значит, будем делать двумя сессиями, то есть сначала теоретическая часть, потом практическая часть, потому что такие темы большие, как, допустим, соглашение договора, это много теории и все показать сразу, и кейс, и теорию объяснить сложновато. Причем не все воспринимается на базе, важно, вот сегодня нам важно понять суть, что есть условия продаж, есть отдельные договоры, соглашения, соглашения есть типовые, есть индивидуальные, как они между собой делятся. То есть сегодня мы больше вот про функциональность говорим, про методологию, про функциональность, а вот именно технику, кнопочки в системе мы, конечно, сегодня посмотрим, но прям много этого внимания не уделим. Будет у нас практические мастер-классы, мы их, наверное, так вот прямо назовем, чтобы понять. Создание различных типовых соглашений, как у нас происходит, если у нас отличаются условия продаж, можно создать различные типовые соглашения, если отличаются условия продаж, для различных групп товаров, сегментов, номенклатуры. Тоже важная функциональность, что не только для контрагентов можно создать, но и для сегментов номенклатуры. В этом случае соглашение в поле сегмента номенклатуры у нас есть поле, где мы указываем, для какой конкретной номенклатуры мы это используем. Можно передавать по данному соглашению будет только эти товары, которые у нас относятся к данному сегменту номенклатуры. Это очень важно, если у вас есть в прайсе товары с различной маржинальностью, есть, которые, допустим, с различными условиями хранения, скоропорты, которые требуют логистических условий каких-то определенных по доставке. И вы понимаете, что риски выше, ценообразование там свое может быть. И исходя из этого, можно условия продаж определять сегментами номенклатуры, назначать конкретные сегменты номенклатуры. Причем можно миксовать сегмент клиентов, сегмент номенклатуры. И вы четко понимаете, какие условия продаж, при каких условиях, для какой группы клиентов и какой группы номенклатуры вы можете дать. Если у нас, ну, опять же, у нас бывает такое, что мы пытаемся отгрузить, сделать отгрузку, сделать отгрузку, которая у нас не соответствует условиям продажи. У нас система тоже нам об этом скажет. Но, опять же, есть у нас роль отклонения от условий продажи. Если у нас эта роль назначена, то данный контроль не будет срабатывать, либо мы можем сделать согласование. Это все происходит у нас внутри ERP. То есть это не какое-то согласование, допустим, через документы обороты. Это согласование внутри ERP. Далее, по теоретической части, мы тут еще у нас несколько слайдов осталось, и мы посмотрим в системе, где у нас, как это выглядит. Процесс создания утверждения соглашения реализован у нас через использование статусов, как я и говорила, прямо внутри ERP. Это у нас несогласованно требуется согласование условий продаж, заданных по соглашению. Такое соглашение у нас не будет доступно для выбора документов продажи. Статус действует у нас позволяет устанавливать данные соглашения при создании соглашения. Если у нас закрыто, то устанавливается для соглашения условия продаж, которые уже не актуальны. То есть, когда мы создавали соглашение, использовали его в системе, мы его не можем просто так поменять, убрать. То есть, оно у нас в любом случае хранится в том виде, в котором было. Оно у нас было использовано в документах. И когда мы понимаем, что мы его использовать уже не будем, мы его просто устанавливаем в статус закрытый, мы его закрываем, и оно у нас уже не будет доступно для выборов документов продажи. Для того, чтобы, как я говорила, если у нас меняются условия продажи, ну, старые и старые условия больше использоваться не будут, не стоит изменять уже существующее соглашение, нам нужно закрыть старые и создать новое соглашение, чтобы не было путаницы, чтобы в истории у нас сохранилось предыдущие исторические условия продажи, мы понимали, что у нас использовалось в старых исторических документах. Что у нас фиксируется в соглашении, можно разделить на следующие группы, но опять это к тому, чтобы было понимание, для чего именно соглашение у нас используется. Цены, ценовые условия, это скидки, валюты, цен, в том числе у нас включены в ценовые условия, это финансовые условия, валюты, расчеты, графики оплаты, детализация расчетов, порядок оплаты, логистические условия, это обеспечение и отгрузка, и бывают еще прочие условия, которые у нас дополнительные, которые прописаны у нас в соглашении, если такие присутствуют. Основные это у нас ценовые, финансовые и логистические. То есть мы понимаем, что это не договоры, это соглашения. Если у нас разделяются именно по этим параметрам условия продаж, то обязательно использование соглашений. Соглашения типовые, индивидуальные, могут использоваться вместе, может использоваться что-то одно, может вообще ничего не использоваться. В зависимости от того, что нам требуется, в зависимости от наших продаж. Также у нас регулярно является соглашение, заданное условие, в котором у нас выполняется с определенной периодичностью. Такое тоже может потребоваться, в зависимости от ваших бизнес-процессов. Это тоже предусмотрено в ERP. Если соглашение является у нас регулярным, то в соглашении на закладке есть специальное место, в карточке, где у нас указывается регулярность, и мы можем использовать, то есть у нас сумма, на которую должен закупить наш клиент в течение определенного периода, период, который мы рассчитываем, расчетный, и указываем количество периодов, в течение которых клиент должен выполнять регулярные условия закупки товара. Только тогда, если у нас эти условия выполняются, тогда у нас и выполняются эти условия продаж. Такая функциональность есть, это актуально для оптовых продаж, особенно, когда у нас идут регулярные отгрузки одним и тем же клиентам, примерно с одной и той же количеством, СКЮ объемом продаж, и мы хотим стимулировать, чтобы не было спадов по продаже, мы можем использовать этот инструмент, чтобы у нас сохранялись ценовые условия продажи для этого клиента. Где у нас настройка выполняется, мы сейчас с вами посмотрим в базе. В зависимости от используемого на предприятии схемы правил продаж индивидуальные соглашения могут оформляться отдельно и могут оформляться на основании типовых соглашений. То есть мы помним, что у нас есть типовое соглашение, у нас может клиент входить в сегмент, для которого используется типовое соглашение, и мы можем ему также присвоить индивидуальное соглашение, настроить для него индивидуальное соглашение, одно другому не мешает, при этом главным у нас остается индивидуальное соглашение. При настройке, когда мы создаем индивидуальное соглашение, главное его согласовать, если у нас есть отклонение от типовых. Оно в любом случае есть, потому что если мы делаем индивидуальное соглашение, для чего-то мы его делаем. То есть мы можем типовое соглашение либо на основании типового, либо можем просто создать отдельное индивидуальное соглашение с нуля. Про уточнение условий мы проговорили, что индивидуальное соглашение у нас уточняет условия типовых соглашений. Согласование соглашения об условиях продажи у нас выполняется с помощью бизнес-процесса, согласование соглашений с клиентами. Этот бизнес-процесс у нас заложен в нашей функциональности ERP, то есть это не какой-то сторонний процесс, это прямо внутри. Находится он в настройках HNC и разделах продаж, согласование соглашений с клиентами включается. И отдельно у нас согласовываются логистические, финансовые, ценовые и коммерческие условия продаж, то, что у нас в соглашении включено. Список ответственных за согласование по каждому из видов условий продажи задается у нас также в настройках системы. Я видела у нас в чате вопрос был, то есть это полностью функционал у нас настраивается, задается в настройках системы, и мы его уже используем внутри ERP без использования других систем. У нас предусмотрены четыре роли, на которые назначаются исполнители, которые у нас участвуют в этом бизнес-процессе согласования. Это ответственные за согласование логистических условий, ответственные за согласование ценовых условий, ответственные за согласование финансовых условий и ответственные за согласование коммерческих условий. То есть в суть у нас есть заложенная функциональность по бизнес-процессу, есть роли, которые мы можем назначить и производить согласование прямо в ERP, не используя другие системы. Если у нас есть в контуре системы документа оборота, допустим, для согласования бизнес-процессов, но кейсов действительно, когда внедряется сразу документ оборот и внедряется ERP, часто этот процесс расширяется и происходит на стране документа оборота в том числе. То есть такое тоже часто. Все, что касается продаж, огромный опыт автоматизации и бесшовной интеграции с документ оборотом, конечно, в этой части есть, но в том числе есть функциональность ERP, многие об этом забывают. Ответственные внесены в соответствующие списки, и тогда мы можем этот бизнес-процесс стартовать, можем использовать его в ERP. Так, и мы возвращаемся с вами к договорам. Мы очень широко поговорили о соглашениях, рассмотрели достаточно подробно. Возвращаемся к договору с клиентом. Договор между организацией и контрагентом определяет у нас условия поставки, оказания услуг, выполнения работ. Договор у нас, это совершенно иная сущность. Договор отражает именно регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре у нас фиксируется валюта взаиморасчетов, фиксируется детализация расчетов, и условия, которые у нас используются при оформлении операций по продажам. Потому что операция продажи, это у нас регламентированная операция, по которой мы потом отчитываемся, это у нас операция между юридическими лицами. Вот все, что касается регламентированного учета, все, что касается взаимодействия по регламентированному учету, это у нас договоры, четко понимать, там у нас условия продаж, там у нас не юрлица, там у нас именно наш партнер, то есть у него может быть 5 юрлиц, 10 юрлиц, при этом условия продажи у них одинаковые. И мы понимаем, что это у нас единый партнер, нам здесь важны наши регламентированные взаимоотношения, а договоры это именно регламентированная сущность, это самое важное, самое главное отличие. Отчет по договору можно вести независимо от того, используется у нас соглашение или не используется. Если соглашение используется, то в соглашении у нас определяется, что требуется указание договора. Там соответствующий факт у нас указывается, и мы указываем договоре, видим эту информацию, что в соглашении видим эту информацию, что используется у нас договор. Договор у нас оформляется из списка договоров в разделе продаж и продаж. То есть у нас есть соответствующее рабочее место, где у нас происходит работа с договорами. Там у нас указывается информация о сторонах, которые заключили договор. Очень важно, что договор у нас заключается именно между юрлицами, то есть если у нас партнер, у которого несколько юрлиц, договор мы заключаем между юридическими лицами. Договор у нас относится к юридическому лицу, то есть к контрагенту. В договоре также указывается информация о покупателе, о партнере дополнительно. То есть у нас обязательно есть контрагент и указание партнера, которому этот контрагент принадлежит. Соответственно, если предполагается работа с сетью магазинов от одного юрлица, с которыми заключается договор, то в качестве покупателя, партнера, может быть указана группа партнеров, например, группа сетевых магазинов. И в договоре определяется вариант детализации расчетов. Например, как мы будем взаиморасчеты вести? Это по договорам, по заказам, по расчетам документов. Так, у нас с вами так много времени, но мы с вами перейдем к базе и посмотрим на примере базы. Мы сейчас находимся под доступом администратора. Так, включила базу. Понапишите мне, видно ли мою систему. Видно ли DNS ERP. Сейчас база у меня подвисла чуть-чуть. Так, мы сейчас посмотрим, где у нас, в принципе, настраивается, производятся настройки. И где у нас вообще ведется работа с соглашениями и с... Так, и с договорами сейчас я базу немножко реанимирую. Что-то у нас с ней случилось. Так, настройки по соглашениям, использованию соглашениями с клиентами у нас настраиваются в разделе НСИИ продажи. Здесь мы включаем возможность использования соглашения с клиентами. Это у нас типовые и индивидуальные соглашения. Так, для того, чтобы показать возможности, открываю. Мы можем настроить только типовые, только индивидуальные. Или то, и то, или не использовать. В зависимости от этих настроек у нас уже будет возможность системе функциональности. То есть, бывает, приходят, говорят у нас, что не работает ERP, мы пытаемся использовать типовые соглашения, а у нас тут не используются они. Вот, это нужно на старте настройки с настройками системами определять. Настройками системы управляет администратор. Если вдруг настройки меняются в течение эксплуатации, бывают у нас такие случаи, что кто-то галочки у заказчика случайно нажимает. Это очень критичный момент, потому что ваши пользователи могут там создавать объектов, которые, в общем, нарушат алгоритм работы системы. Поэтому это очень важно, кого вы допускаете к своей системе и к их настройке. Тут же у нас настраивается договор с клиентами. То, что мы их используем и не используем. Существуют такие условия, по которым мы не можем отключить договоры. То есть, это уже методология работы. Если мы используем 275 ФЗ в разделе казначайства, если мы комиссионные продажи используем, если мы производство издавальческого сырья используем, то здесь мы просто не можем отключить работу с договорами. Это тоже важно, потому что при настройке системы, особенно если у нас собственными силами, собственной командой внедряется ERP, бывает у заказчиков, то потом вот эти все нюансы, вопросы нужно будет разбирать. Где мы видим наши результаты настроек? Вот мы видим в разделе продажи. То есть, соответственно, работа у нас с этими объектами ведется в разделе продажи. Здесь мы видим договоры с клиентами. Отсюда мы их можем создать. Ими мы пользуемся. То есть, это рабочее место по работе с договорами. Оно у нас находится в разделе продажи. Посмотрим на наш договор. И мы видим, что у нас здесь учитывается в карточке договора. Здесь у нас именно регламентированные наши характеристики. То есть, мы видим покупателя нашего контрагента. Мы видим расчеты оформления, учетную информацию. Это у нас карточка именно регламентированного учета, карточка договора. Так, тут же в разделе продажи у нас есть индивидуальные соглашения с клиентами. Посмотрим, как они у нас выглядят. То, о чем мы говорили, что у нас содержится в индивидуальных соглашениях. Вот оно у нас индивидуальное соглашение, карточка индивидуального соглашения. Здесь мы видим вкладку, которая у нас описывает основные реквизиты нашего контрагента, основные атрибуты. Важно, у нас указано типовое соглашение к нашему индивидуальному соглашению. То есть, наш клиент относится к вип-клиентам. У него входит в типовое соглашение в сегмент клиентов, который у нас назначен на типовое соглашение. При этом у него еще присутствует и индивидуальное соглашение, которое уточняет условия продаж конкретно для него. Кейс, про который мы говорили в презентации. То есть, для одного клиента он может попадать в сегмент клиентов с каким-то типовым соглашением. А также для него может быть назначено индивидуальное соглашение, которое уточняет у нас типовое. Также важно, мы видим, что у нас есть атрибут сегмент номенклатуры. То есть, вот эти условия продаж, индивидуальные соглашения, которые в индивидуальном соглашении прописаны, будут действовать только если он приобретает товар из конкретного сегмента номенклатуры. Ботовая техника. Если наш клиент будет приобретать товар из другого сегмента номенклатуры, данное соглашение действовать не будет. Условие данного соглашения будет действовать типовое соглашение. То есть, если у нас все условия соблюдены, то будут выполняться у нас условия типового соглашения. Оно получается более общее, а индивидуально оно у нас уточняет, мы помним. Вот. Так, что у нас еще важно? Посмотрим на вкладку условия продаж. Условия продаж у нас включают, требуется или нет указание договора, как мы говорили. То есть, договор у нас в базе, в принципе, включенный для конкретного соглашения, у нас может не указываться. Условия указания договора может быть необязательным. Также у нас указание может быть, что договор не используется в условиях расчета. Что у нас здесь есть? У нас есть график оплаты, это соглашение. Минимальная сумма заказа, склад, с которого отгрузка производится, обеспечение отгрузки, поставка, частота заказа. То есть, те наши логистические условия. Цена образования, как у нас складывается, валюта, общий вид цен, индивидуальный вид цен, если он есть, прайс-лист, история изменения цены. Мы тоже можем посмотреть здесь. То есть, вопрос соглашений, использование соглашений очень тонко связан с ценообразованием. Если вы рассматриваете ценообразование, то вы можете, вам необходимо учитывать тоже, как это будет, как эти цены будут связаны с соглашением, и какие соглашения вы будете использовать. Типовые, индивидуальные будете ли вы их использовать. Есть у нас вопросы с чата, можно ли в карточку договора добавлять новые поля. У нас есть функциональность общая для объектов систем, добавление доп. реквизитов, доп. сведений. Это общая функциональность, которая у нас не касается. В нашей сегодняшней теме отвечаю, что да, такая возможность есть. Любые объекты, любые карточки можно использовать доп. реквизиты. Так, мы посмотрели с вами условия продаж индивидуальные. И давайте посмотрим, как у нас выглядит типовое соглашение, что у нас указывается здесь. То есть типовое соглашение у нас не для конкретного контрагента или партнера. Мы видим, что здесь у нас нет указания конкретного партнера. У нас здесь указание для какого сегмента, сегмент клиентов. Сегмент номенклатуры в данном случае у нас не указан. То есть наше типовое соглашение может быть направлено на сегмент клиента, либо на сегмент номенклатуры. На именование условия продаж. В условиях продаж у нас все то же самое, что и в индивидуальном соглашении, только назначается у нас для определенного сегмента. Также у нас есть прочие условия, где мы отмечаем особенности по отгрузкам именно по этому соглашению. Не все у нас обязательно к заполнению. То есть если мы что-то используем, вот у нас отметка регулярности условий продаж. Мы о ней говорили. Если мы ее задаем, то нам необходимо задать сумму, количество периодов и период. То есть регулярность, при которой у нас должны соблюдаться эти условия продаж, чтобы применились эти условия продаж, регулярность отгрузок. Так, скидки на оценки по этому соглашению также можно настроить гибко прямо на вкладке скидок в карточке соглашения. Так, возвращаюсь к нашей презентации. Мы с вами по лимиту времени практически уложились. Давайте пройдем, посмотрим, что мы сегодня посмотрели. Мы посмотрели общий обзор возможностей системы, соглашения об условиях продаж, типовые и индивидуальные согласования, соглашения и договоры с клиентами. Планируем в следующем, наверное, в следующем месяце запустить серию прямо мастер-классов, где мы будем минимально говорить про теорию и максимально на практике делать, потому что здесь своя специфика. Кто-то хочет больше понять суть, ну, как бы теоретическую часть, определить понятие для себя. Технические специалисты больше любят смотреть систему и понимая эти понятия, много раз на слуху видят эти понятия. Вот поэтому мы эти направления немножечко, наверное, разделим и запустим серию таких мастер-классов. Ждите наших анонсов, анонсы будем размещать. И все, пожалуйста, ваши пожелания, пишите нам на почту, придет рассылочка, почту увидите, пишите, что вы хотите услышать в вебинарах, увидеть, может, больше практики, может, там, больше какой-то методологии, методологических вопросов. Обязательно мы будем учитывать, следите за нашими анонсами. Ну, и сегодня благодарю вас за внимание, за активное участие, за активный такой чат. Если вдруг что-то пропустило, какие-то вопросы, то мы на них обязательно ответим. В рассылке направим ответы. Всем большое спасибо, хороших выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok